Микс Ньюс Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да, и два входа в них А как, вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что Очень сложный вопрос, и это вопрос, наверное, не дома управления и даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос, у меня был господин Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Ну таков наш закон Еще раз говорю, доброе утро, здравствуйте все уважаемые слушатели Программа Добро пожаловаться Председатель правления товарищества центра консультации собственников квартиры Председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко в нашей студии Здравствуйте Доброе утро И также, вот сегодня мы, поскольку будем говорить о пожарной безопасности Специалист, инженер по пожарной безопасности Артур Хроленко Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Ну, наверное, действительно начнем с того, что год заканчивается Кстати, это последняя, получается, у нас программа в этом году Впереди большие праздники, рождественские, новогодние Уже с 1 января все квартиры должны быть оборудованы дымовыми детекторами По нормам пожарной безопасности Конечно, возникает много вопросов Где их нужно приобретать Какие действия действительные, какие там могут не соответствовать нормам Сколько нужно детекторов на квартиру, в каких местах устанавливать В общем, все, вот такой круг большой вопросов сразу возникает, который мы будем вас намучить, пытать Хорошо, давайте тогда, наверное, начнем с правил кабинета министров То есть, у нас был переходный период с 2016 года по 2020 год То есть, у нас получается 4 года, где мы должны были подготовиться к тому Что с 2020 года, 1 января, в квартирах должен быть установлен дымовой детектор А также в жилых домах должен быть установлен дымовой детектор и огнетушитель В принципе, как я сам находился в магазине, да, строительном И видел, какой ажиотаж есть возле дымовых детекторов Но люди стараются все-таки следовать правилам И, честно говоря, меня это радует как специалиста Так как цена человеческой жизни там в 5 или в 20 евро Ну, совершенно этого не стоит По поводу дымовых детекторов и их установки, хотелось бы сказать То есть, это, в принципе, нигде не сказано, но есть такой стандарт по системам сигнализации Где указано, что дымовой детектор должен быть как минимум 0,6 метра от стенки То есть, для чего это сделано? Для того, чтобы как минимум То есть, и рядом с детектором не должно ничего располагаться, чтобы не препятствовать попаданию в него дыму И намного быстрее распознать, что это пожар Насколько я заметил, даже у своих родственников, которым я привел в подарок детектор Детекторы поставили 10 сантиметров от самого угла Потому что, видите ли, он мешает Я считаю, что, наверное, это неправильно Вот даже мы здесь с вами сейчас находимся Ну, неужели он так бросается в глаза Это детектор, который находится на потолке? Нет Но, в принципе, если смотреть со стороны пожара Если он стоит где-то возле стенки, а пожар возникает с другой стороны комнаты То это значительно удлинит время его срабатывания То есть, если он находится по центру, то дым, дойдя до центра, уже как бы даст сигнал детектору, что он должен сработать Поэтому вот установку детекторов я бы советовал, конечно, делать именно, ну, недалеко от лампы, чтобы это было в центре помещения Правила кабинета министров требуют, чтобы это был один детектор Я могу сказать из своей практики и из, как бы сказать, жизненных историй Что дымовой детектор надо поставить в каждой комнате, в каждом коридоре, на кухне За исключением туалета и ванной комнаты Почему? Опять же, потому что, пример Вы спите в спальне, у вас загорается кухня Пока дымовой детектор, который вы поставили, допустим, в коридоре сработает Там уже будет настолько большая концентрация дыма и на кухне, и в комнате, допустим, и в вашей спальне Что это будет тяжело То есть, для чего устанавливается этот детектор? Для того, чтобы разбудить человека, чтобы он своим писком дал сигнал, что надо покинуть помещение Либо попробовать это потушить Поэтому от всей души говорю, что надо устанавливать детекторы в каждом помещении Если мы говорим о жилом доме, то я бы устанавливал так же само Во всех коридорах, во всех комнатах, на кухне, в котельной в том числе И не надо бояться, что они будут подрабатывать Это не настолько, как бы, детекторы, они от сигарет даже не сработают То есть, там должна быть довольно-таки хорошая концентрация дыма, чтобы он сработал Поэтому, если вы боитесь, допустим, что будете жарить курицу, и он сработает Да, хорошо, если он стоит довольно-таки близко, он, возможно, сработает Вертифицированный специального европейского стандарта И где, в принципе, сказано, что звук должен быть от 75 до 95 дБ То есть, как правило, в технической документации написано, что это 85 дБ на расстоянии 3 метра от него То есть, в принципе, на каждом детекторе у разных производителей на нем есть кнопочка На которую можно, нажав, подержать ее 5 секунд И он даст этот сигнал, какой бы он дал во время пожара И этот звук довольно-таки неприятный Так что, в принципе, я думаю, что, ну, конечно, если там человек не спал двое суток и лег поспать Но его не разбудить, ну, тогда, наверное... Ну, то есть, это не такая мелодия, там, как на телефоне, может быть, убаюкивающая, там, тан-даран-даран А такой вот, ну, будет... Это, если так можно выразиться, конкретный писк Допустим, если я такой писк слышу, то у меня это даже поднимает адреналин То есть, это какой-то страх есть в этом Ну, то есть, когда уже ты понимаешь, что у тебя что-то пищит, и ты этого не видишь, что там происходит Для меня это адреналин То есть, ну, в принципе, я думаю, что для любого человека, если он его установит в каждой комнате, то он себя почувствует безопаснее Если разные детекторы, ну, то есть, получается, вот кто-то купил один детектор, а затем, вот, услышав нашу беседу, решил докупить Это ничего, то есть, если разных производителей, разные... В принципе, эти детекторы, они считаются автономными, и это значит то, что они не подключаются ни к чему Они работают локально, они издают только сигнал, поэтому мы можем купить пять разных детекторов и установить их у себя в квартире Между собой они никак не соединены Если, допустим, в квартире стоит уже, как бы сказать, более профессиональная пожарная сигнализация, то есть, это тоже разрешено То есть, это, как правило, охранная сигнализация, где подключены детекторы дыма, но они уже идут с проводами И, как правило, они выдают сигнал уже дальше, допустим, на дежурный пульт, что у вас пожар, то... К чему я вёл их? Ну, к тому, что это уже система Да, это система, и там уже есть разница, если у вас стоит такая-то система, то там можно использовать только такие детекторы Если это, допустим, как правило, беспроводная тоже система сигнализации, которая в себя включает также дымовые детекторы То там однозначно только те детекторы, которые были Но, в принципе, то, что сейчас требует правило, можно устанавливать любые детекторы, так как они локальные, работают по-одиночке Таким образом Насколько долго хватает, я понимаю, там какая-то должна быть батарея, то есть вот сколько её хватает, ну, как часто её нужно менять, чтобы не получилось так, что, ну, мы визуально расслабились, знаем, что детектор есть, а прошло время, села батарейка, и он не сработает Могу сказать из практики, у меня детекторы дыма стоят уже около 10 лет дома, и, в принципе, 5 лет, и тогда батарейку надо менять Но сейчас многие производители, вот когда я был в одном из магазинов, слышал, как консультант объясняет, что вот этот детектор дороже, но у него срок работы его 10 лет Ну, я, наверное, бы с этим не согласился, но, возможно, конечно, производители уже что-то такое придумали Но, в принципе, как правило, в этих детекторах стоят батарейка либо крона 9-ти вольтовая, которая стоит в районе 2 евро, да, либо чуть-чуть другая батарейка, которая похожа на иммобилайзеры от пультов, от машин, которые есть, но они стоят там тоже в районе 2,5-3 евро И, что хотелось бы сказать, что детектор никогда не даст вам забыть о себе То есть, помимо того, что он вас будет оповещать о пожаре или о дыме вашей собственности Также он еще дает сигнал, такое приглушенное пиканье, это в случае того, если садится батарейка То есть, он нас будет информировать обязательно об этом Вас попрошу надеть наушники, у нас звонок в прямом эфире, здравствуйте Здравствуйте, объясните мне, пожалуйста Вот, пришлось бы, чтобы объяснить, вот у меня в доме установлена централизованная пожарная система и сигнализация Почему я должна огнетушитель еще дома иметь? Вы знаете, вот, и насчет, вы говорите, столько работает крона У меня стоит специальное оборудование, которое сейчас не работает больше трех лет А вот установить, в 2000 году я установила сигнализацию, ну, противопожарную сигнализацию защиты, да, от воров, ну, как вы понимаете У меня 10 лет работала, а сейчас она больше трех лет не работает И меняю я ее каждые три года Так что, вот, видите, по 25-30 евро Спасибо Ну, хорошо, тогда давайте, наверное, ответим на такой вопрос Раньше телевизоры и холодильники могли работать по 20 лет и работают до сих пор А сейчас по прохождению трех-пяти лет их приходится менять Так же самое, как и машины Раньше они могли проезжать и 2,3 миллиона Сейчас они проезжают там 200-300 тысяч и уже их надо утилизировать Ну, это, наверное, такая тенденция производителей для того, чтобы им была работа И нам было куда тратить деньги, поэтому, ну, так есть Если говоря о вашем вопросе о том, что у вас дома установлена пожарная сигнализация, это очень хорошо В 2007 году был строительный норматив, который предусматривал, что в жилых домах и в квартирах должна быть централизованная пожарная сигнализация На самом деле это очень позитивно, но это не позитивно со стороны обслуживания То есть, как правило, обслуживающие организации не могут попасть в квартиры, не могут проверить эти детекторы Когда делаются ремонты, ложно срабатывают Знаю вот из жизни такой пример, что вот были ложные срабатывания, 4 или 5 раз делали ремонты в квартире в многоэтажном доме А на пятый раз был реальный пожар в квартире и человек погиб То есть, ну, поэтому здесь есть такие нюансы, которые затрудняют, наверное, контроль вот этой вот именно системы сигнализации Если был задан еще вопрос по поводу огнетушителей Если у вас квартира, то в квартире огнетушитель не нужен Огнетушитель нужен только в частном доме То есть, для квартиры это для вашей безопасности, вы, конечно, можете его поставить Единственное, что если, опять же, у вас такой дом, где установлена пожарная сигнализация во всех помещениях То вероятнее всего, что у вас, наверное, на этажах есть и пожарные краны И, скорее всего, и огнетушители Ну, это очень хорошо, что они есть Поверьте мне, когда надо будет этим воспользоваться, вы про это вспомните А скажите, пожалуйста, по чем объясняется вот необходимость в частном доме держать огнетушитель? Давайте тогда так Я инженер пожарной безопасности Я 13 лет отработал в государственной пожарно-спасательной службе И не поверите, 3 месяца назад у меня в доме был пожар В час ночи, то есть, я понял, что у меня горит терраса Сработал, кстати, датчик не дыма А именно сработал датчик движения охранной системы То есть, он срабатывает на движение тепла И буквально за неделю или за две до этого пожара У меня был один огнетушитель, который стоит спереди И второй огнетушитель я привез буквально за неделю, за два до пожара И поставил его как бы с другой стороны имущества Когда в час ночи меня разбудила жена и сказала, что горит дом Я, конечно, первое, что сказал, это чтобы она будила детей и срочно оттуда выходила Это как дом каркасный, это 5-10 минут и дома нету Побежал я вниз и вот даже со своим опытом Я забежал на кухню, не поверите, я взял кока-колу и минералку И выбежал и начал тушить Я понял, что я этим затушить не могу Огнетушитель у меня стоял в двух метрах за спиной Я побежал и размотал шланг И то есть шлангом я затушил этот пожар, ну и соответственно потом я вызвал пожарных И только на следующий день уже утром я понял, что насколько все-таки это стрессовая ситуация 13 лет я тушил пожар Ну не все 13, ну грубо говоря 10, да И даже я не смог сориентироваться в этом Насколько вот это, ну даже не могу это описать То есть поэтому этот огнетушитель и те пожарные корны, которые есть, это хорошо, что они есть Но главное не растеряться в этой ситуации и действовать правильно Я бы сказал, что вот в продолжение то, что сказал Артур Наверное, надо было бы поговорить также о всякого рода решетках, дверях Дополнительных в лестничных клетках И хранение очень любимых и дорогих сердцев велосипедов, санок и так далее На путях, которые мы называем эвакуационными, а в быту это и лестничные клетки и коридоры Что Артур скажет по этому поводу? Да, спасибо, очень хороший вопрос И здесь я бы хотел сказать, что опять же все правила кабинета министров Или там инструкции по пожарной безопасности, они пишутся кровью И вот тот же пример, который я вам привел, что я не воспользовался огнетушителем Я думаю, что все смотрели новости, видели, где там была эвакуация в школе Была давка, девочку задавили и так далее, и так далее, и так далее Это когда пожар в квартире, то есть люди бегут и не смотрят, куда бегут И вот тогда вот эти вот велосипеды, которые там есть Когда вы в темноте, допустим, или даже при свете просто убегаете от пожара То вы же сами наткнетесь на этот велосипед или на эту клумбу и на этот цветок И не факт, что вы упадете и потом встанете И поэтому вот это в правилах и написано Что на путях эвакуации не должно ничего находиться, чтобы человек мог спокойно покинуть помещение Говоря об этих решетках, опять же, я понимаю, что безопасность где-то у нас там есть от воров и так далее Но вы представьте себе, что, допустим, спилить вот эту же вот решетку во время пожара Это где-то, ну, наверное, 10 минут То есть и то не факт, получится ли ее спилить Потому что нынешние бензопилы, которыми мы пользуемся Они могут так задымить этот этаж, где будет производиться спилка этого Что ей самой может не хватить именно кислорода, воздуха, чтобы двигатель внутреннего сгорания работал То есть она просто глохнет от этого То есть когда, соответственно, на полных газах пилить вот эту вот металлическую решетку Ну и, конечно, самое главное, что строительный норматив требует, что таких решеток не должно быть Или каких-то дверей, если они не предусмотрены строительным проектом На самом деле сейчас вот эти строительные нормы, они очень сильно поменялись В отношении того, какие они были там в седьмом году, в десятом году Что вот эти пути эвакуации, они всегда рассчитываются То есть что от точки пути эвакуации, если, допустим, Сабидерская эко... Ну, общественное значимое, да, что там... Это любая пятиэтажка Ну, окей, есть такой нюанс, что, допустим, путь эвакуации не должен превысить 30 метров То есть, опять же, 30 метров или ты должен выйти на улицу, или ты должен выйти на лестницу, которая огнестойка отделена То есть, вот это вот сейчас все прописано, и то, что вот сейчас построено, конечно, я считаю, что это неправильно Но тогда лучше установить сигнализацию, и пускай едет экипаж охранной фирмы, но зато самим людям будет спокойнее В чем я хочу подчеркнуть, что регламентируется не только там шовина прохода и так далее Даже если что-то встраивать, вы должны иметь в виду, что на путях эвакуации не должно быть порожка никаких То есть, выступов из пола, это тоже не допускается Здесь вопрос-то заключается в том, что я бы призвал радиослушателей, тем более в преддверии их праздников Осмотреться внимательно вокруг себя и подумать о том Не дай бог, конечно, и всем хорошо встретить Новый год, но подумать, это всегда Новый год Это связано с какими-то пиротехническими устройствами, с какими-то свечами, еще с чем-то Посмотреться вокруг, и подразумевая, что у многих, наверное, будет много гостей Каким образом, не дай бог, если что, куда бежать? Это должен знать и хозяин, это должно быть продумано, это должно быть предусмотрено Мне очень жаль, что я говорю это перед праздником, но я думаю, это самое время, когда об этом стоит говорить Ну что, мы сейчас, наверное, сделаем небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим программу Добро пожаловаться Я напомню, что председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко в нашей студии И специалист по пожарной безопасности Артур Хроленко Мы продолжим разговор о том, как подготовиться к новогодним праздникам Продолжается программа Добро пожаловаться Председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир Председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко В нашей студии также инженер и специалист по пожарной безопасности Артур Хроленко Мы говорим о том, что с 1 января каждая квартира должна быть оборудована обязательно датчиками дыма И вот Константин прислал нам такой вопрос Здравствуйте, скажите, пожалуйста Вот я купил детектор, реагирующий на дым и газ Могу ли я положить его на кухонный шкафчик сверху? Вопрос ясен Ну, как бы согласно инструкции, технической документации Детектор дыма должен быть установлен на потолке 0,6 метра от каждой стенки То есть, ну, грубо говоря, чем лучше ближе к центру, тем это лучше Положить его на полку можно Но представьте себе тогда, дым, когда будет заполнять этот объем До какого уровня он дойдет, чтобы он сработал То есть, чем выше он находится, тем быстрее он сработает И еще такое, если написали, что там датчик на дым и угарный газ То таких датчиков, которые комбинированы, нету То есть, значит, датчик дыма должен быть на потолке А датчик угарного газа, ну, соответственно, точно не на потолке Спасибо За ответ попросим надеть наушники Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Во-первых, я хотела спросить, в социальных домах кто должен ставить? Потому что в этих социальных домах есть такие, что им эти датчики да лампочки Они сами должны люди покупать или дом правления должны ставить И еще один вопрос Вот я столкнулась сразу с краном, мне в магазине в Тюхарик раз совсем не тот Он развалился у меня через полгода Откуда я знаю, какой датчик хороший, какой нет? И потом, вот пенсионеры, старенькие дедушки, бабушки Как они могут со своими болячками на потолке что-то ставить? Вот тут очень много вопросов таких Спасибо Скажем, если говорить о том, о социальных домах То, скорее всего, об этом должно позаботиться обслуживающая организация Она является собственниками квартир То есть, обслуживающая организация является представителем, как правило, собственников квартиры Она должна заботиться о том, чтобы квартира была оборудована В соответствии с существующими нормативные базы Так что это должно исходить оттуда Это что касается... А стоимость? Стоимость кто возмещает? Ну, вы знаете, это социальный вопрос Социальные дома являются собственностью реческого самоуправления И управление этими домами поручено, насколько мне известно, Вегас Пилсетбул Пилсетбул сервис, как-то так Значит, там это... Пилсетбулник, извиняюсь И они обслуживают, и наверняка они отвечают за обслуживание и содержание вообще квартир По всем... Ну, соответственно, со всеми стандартами И по сантехнике, и по отоплению И думают, что этот вопрос они тоже решают Или должны решать Это первое Второе, как... Вот еще раз хочу обратить внимание Монтаж не надо пренебрегать Не надо экономить Нужно ставить там, где говорят условия Потому что еще раз просто повторюсь за Артур Если датчик стоит головой вниз Ну, так условно говоря И как можно выше То его оптический элемент На максимальном удалении может ухватить дым То есть не тогда, когда он уже напрет на потолок Так что там уже черно будет А именно тогда, когда он начнет появляться дым Там и в том месте, где он появляется Относительно, как распознать Я бы, наверное, добавил по поводу социальных домов В принципе, если это довольно-таки большой социальный дом То там нормативы требуют, скажем так Профессионального пожарного сигнализации Которого будет и в каждой квартире И в каждом коридоре И с кнопками о том, что произошел пожар То есть, ну, допустим, я тушил пожар Где-то в районе Маскова Был социальный дом И там даже каждая квартира была Нестойкая дверь То есть мы приехали Вроде ничего не было Открываем дверь А там горит Ну, то есть, реально горит квартира К сожалению, тогда погибла женщина Там, но, в принципе, новые социальные дома Там однозначно это уже все стоит И работает Надо надеяться на то, что Обслуживающие фирмы работают правильно А по поводу того, что Одинокий человек пожилой Как ему поставить? Ну, я с вами согласен Ну, я надеюсь, что, наверное, у бабушек есть Внуки Не знаю, сыновья Которые могут это помочь сделать Но в любом случае Можно воспользоваться услугами Какой-то компании Не знаю, обслуживающей организации Позвонить им Чтобы они приехали Поставили Я понимаю, что это все финансы Но Это все равно наша жизнь Я могу сказать только так Но в нашем кооперативе Мы организовали эту работу так Мы предложили Ему заключили соглашение Не договор даже Соглашение с одной профессиональной компанией Которая занимается Вопросами пожарной безопасности И она там консультирует нас По этим вопросам О том, что Если собственник квартиры желает То специалисты этой компании Мы собираем заявки Передаем компании Специалисты этой компании приезжают И уже совместно с собственником Они решают Сколько, каких и куда ставится И тут же устанавливается А после этого С нашей стороны С точки зрения обслуживающей компании Мы, во-первых, инкассируем деньги Чтобы Скажем, это достаточно мелкий заказ Для любой компании Чтобы не было так, что Им приходится еще инкассацией заниматься И второе Если надо Предоставляем человеку рассроченный платеж То есть это можно Если мы хотим заниматься этим вопросом Вот это можно организовать Если мы хотим искать проблему Ну, мы ее найдем Я добавлю, да Что при таком случае Это не один детектор Допустим, может идти 20, 30, 100, 200 Тогда, соответственно, цена И на работу И на детекторы Значительно уменьшается То есть за счет объема И таким образом Это, возможно, выгоднее Даже, чем в магазине его купить Купить так И со всей установкой То есть выйдет Одна цена Поэтому Об этом да И даже я по своей практике скажу Что даже, ну, вот Я знаю людей Которые приходят Там заказывают Я знаю, что у него руки есть Привинтить два шурупа Он может Но он В этом случае Человек взвешивает Что лучше профессионал придет И он надеется И, наверное, это оправданные надежды Что Человек придет Установит там, где Этот прибор Там, где он нужен И, скорее всего У него будет тот, что нужно Прибор По крайней мере В конечном итоге Если вы организуете Свою работу так То в конечном итоге Если не дай бог что Есть к кому обратиться И, соответственно, фирма Которая Надеется В две секунды С рынка не исчезнет Это не то, что мы покупаем Дымовые детекторы Сегодня в магазине Риме А потом Кому претензии Чего? Как его купить? Хотелось бы еще добавить С вами согласен И вот По поводу страховок Когда мы делаем страховку На квартиру Да, допустим Мы указываем Там есть такой пункт Галочка Есть ли у вас дымовой детектор Или нет Ну, соответственно Ставите да Потому что Если нет Вероятнее всего Вас не застрахуют А проверять Это никто не ездит Я не знаю, конечно Как будут реагировать Страховые компании На это Но могу сказать Из практики То, что Они сейчас сделали Довольно-таки Большую выплату Микротик Который сгорел И они стали умнее Они начали Брать к себе В штат пожарных специалистов То есть И если в квартире Был пожар То после пожара Можно понять Либо этот детектор Есть на потолке Он весь черный Либо, допустим От температуры Этот детектор упал Но тогда останется Вот это вот пятно Что он там был Да, неизвестно Конечно Какая будет их реакция Но, в принципе Если детектора не было То у них есть Ну, все условия Отказать В выплате Компенсации Это очень важно Если мы зацепили Вопрос страховки То я хотел бы Опять-таки Напомнить радиослушателям То, о чем На одной из передач Говорил здесь Представитель страховых компаний Несмотря на то Что вы читаете Мелким и крупным шрифтом Есть общее правило По умолчанию Страховой случай Только в том случае Наступает Если Помещение Застрахованное имущество Или помещение Полностью соответствует Требованиям норматива Если мы говорим Пожарной безопасности То это три основных положения Если это квартира Это детектор Это правильное Подключение Воздухоочистителя И Третье Это состояние Электропроводки По всем этим вещам У собственника Квартиры Должен быть акт Если этого Такого документа Нету Или потом Невозможно доказать Допустим С добровым детектором Артур сказал Что его можно увидеть Какие-то остатки То скажем По акту О том Проверялся ли Акт о проверке Электропроводки У вас должен быть Это в квартире Это не в доме А именно в квартире И плюс к этому У вас Воздухоочиститель Должен быть подключен В соответствии С последними правилами Если нет То страховая компания И имеет право Отказать Здравствуйте Доброе утро Ваш вопрос Добрый день У меня такой вопрос Можно ли прикрепить Датчик Не к потолку А к стенке С боку Ну Почти под потолок Спасибо Спасибо Ну Прикрепить его Можно даже на пол То есть Ну Можно это сделать Но Опять же Если он Почти под потолком И на стенке Ну Как бы Да Он будет работать Но Допустим Для профессиональной Пожарной сигнализации Такое позволяется Делать только В архитектурных Помещениях В музеях Где супер красивые Там потолки С лепниными Да Там разрешено Его ставить на стенку Но Это как идет Как исключение Если вы Боитесь сверлить потолки То Вот опять же Я был в строительном магазине Но Правда Это устройство Стоит почти столько же Сколько и детектор Двухсторонний скотч И специальная Магнитная Такая лента То есть Вы приклеиваете Двухсторонний скотч Приклеиваете На детектор Вторую часть Как бы И магнитом Он просто лепится Наверх То есть Я не знаю Этот монтаж Займет Наверное Одну минуту В общей сложности Но Я боюсь Именно того Что Вот эти страховые фирмы Вот то что вы упомянули То что я упомянул Когда я сказал Что у меня был дом пожар У меня эти документы Спрашивали И Скажу открыто У меня их не было Но Так как я сдаю Здание в эксплуатацию То Эти все документы А также акты Допустим Если не частая квартира Акты О чистке домоходов И о их техническом состоянии Все они это запрашивают Поэтому Вот Как поведут Вот тот же установленный Детектор на стенке Как поведет себя Страховая фирма Или тот специалист Который придет Если конечно Будет желание отказать То я думаю Что в принципе Я бы проконсультировал Так что да Он Не слишком рано Допустим Запустился Потому что пожар был В другой части комнаты А у вас он стоит Здесь на стенке И за счет этого Там было еще плюс 5 минут А за это время Могло там что-то случиться И так далее И так далее Ну то есть Можно это так Раскрутить Как бы Я бы следовал Все таки нормам И правилам Которые есть Ну я бы добавил Только одно Можно-то можно Только какой от этого эффект Понимаете Тут вопрос такой Мы можем положить его На шкафчик Мы можем его Где-то спрятать за гординой Чтобы он не мешал Или красоте Или еще чему-то Но толку-то От этого не будет Никакого-то Можно его и не ставить Потому что сегодня Мер наказания Кроме страховки Никаких нет Сегодня Не поставил Не поставил Тебя никто судить не будет Вот у меня как раз Был вопрос А как проверяться Будут ли какие-то Ну не знаю Ходить проверки Проверять установлен ли У вас детектор Потому что Ну как бы Обязанность есть Но вот Сам механизм проверки Выполняют ли люди Это постановление Насколько Ну я информирован То государственная Пожарно-спасательная Служба Ну просто Нет ресурсов Какого у нас Объема Жилья Я даже об этом Мне страшно Говорит Ну то есть В принципе Это будет невозможно Поэтому это Наверное Будет у каждого На его совести Но опять же Вот по поводу Страховой Компании Я думаю Что здесь Надо реально Задуматься А тогда Проверять никто Не будет Ну либо Когда опять же Когда что-то Случится Тогда будет Констатировано Что его не было И тогда Может быть Будут какие-то Меры Я могу сказать Есть одна Печальная практика Как только В Межапарке Сгорела семья Я прошу прощения И в этом случае После этого Сразу все дома С этажности Выше девяти Стали Пожарной службой И либо выделили Либо нашлись Везервы И ежегодно Эти дома Полностью Подвергаются Тотальному контролю Со стороны Пожарно-спасательной Службы Значит не дай бог Еще случится Где-нибудь пониже Боюсь что реакция Будет такая же Хотя на самом деле Вот с точки зрения Управляющей компании Я могу сказать так Мы каждые три года Обязаны Поскольку у нас Есть газовое оборудование В домах Это газовые плиты Производить Инспекцию Чистку И проверку Вентиляционных шахт И вентиляционного Оборудования Одновременно Человек Который Производит Эту чистку Он констатирует Факт незаконного Подключения К системе Естественной вентиляции Дым Вот этого самого Вытяжки Воздухочистителя И пожарные детекторы Мы не контролируем Но на самом деле У нас на сегодняшний день Есть вся информация У кого что Неправильно Подключено Но дальше Методов воздействия Нет И вообще Сотрудничество С пожарной службой Управляющей компании Дальше не складывается Потому что Если я напишу Что я там Три раза Предупреждал Собственника квартиры О том Что нужно Снести решетку Которая Против всяких правил То дальше Реакция наступает Мне некуда Дальше обращаться Потому что На самом деле Если я обращаюсь К пожарникам То они приходят Составляют так Трафуют Обслуживающую организацию И говорят Снесите А как снести Чужое имущество На основании чего Тут Очень интересный цикл Ну да Я встречался Из своей практики Тоже В Риге Здесь есть дома Где Обслуживающая организация Поступила красиво Она говорит Вы знаете Мы обслуживаем Но здесь копий Пошумс Идите пожалуйста К каждому 200 квартир в доме Пишите ему акт Штрафуйте Опять же На что ресурсов Нету То есть Чтобы оштрафовать 200 людей Или 200 квартир Надо дать запросы Кто владелец Вызвать его Написать административный акт Дождаться срока Какого-то И так далее И так далее Это все очень большие ресурсы В принципе На что Я считаю Что наверное у нас Да И у нас еще Сразу звонок Да Пожалуйста Вы в эфире Добрый день Вы знаете По поводу штрафов У меня в руках газета Называется газета Сегодня На весь лист Детектор дыма О ценах Ошибках установки Чего он звенит Материал Николая Кудрявцева За отсутствие детектора Предусмотрен штраф От 30 до 280 евро Впрочем Пожарное настаивало Дело не в цифрах А в безопасности Я не знаю В материал Может ли Ошибка Это какая-то Но вот Это вот так Так сообщило Скорее всего Это не ошибка Скорее всего Уважаемые Автор статьи Приводит Общую Шкалу Штрафа За административные Нарушения В области пожарной безопасности Наверняка Там есть какие-то Вот в административном праве Есть эти Дистанции Но вопрос заключается В другом Было неоднократно Запросы Кто будет контролировать Установку Дымовых детекторов Со всех контролирующих Органов Которые имеют Право это делать Ответ был Что никто Пока что На сегодняшний день Это дело И я бы вообще Призвал здесь К этому относиться Немножко Ну как бы По взрослому что ли Это вопрос Собственной безопасности То есть Это вопрос Успеете Вы выскочите Из квартиры Гробо говоря Или вы задохнетесь От продуктов сгорания Потому что На самом деле На сегодняшний день Основная проблема Это то что Наши квартиры Перепомлены Предметами Которые при горении Выделяют Жуткий яд То есть Там коктейль такой Что там И секунд 30-40 Наверное Не продержишься Оттуда нужно Вылетать пулей И Потом уже Только когда Все выскочили Тогда уже думать О том что делать дальше И возвращаться Тушить или не тушить Это уже следующий вопрос Ну а на самом деле Это вопрос жизни и смерти Поэтому Ну играться с ним То есть Для наших слушателей Еще раз подчеркнем Что здесь Речь идет Не только Об опасности Самого огня Пламени Сколько Может быть Даже продукты Горения Которые Могут привести К тому что Человек потеряет Сознание И дальше Вот В этом Главная опасность В принципе Только в этом и есть Для этого Детектор и есть Человек Он не сгорает Он задыхается А потом только Он сгорает То есть И По поводу этих штрафов Так если добавить То Каждому из нас Нужна какая-то мотивация Чтобы что-то сделать И поэтому Я думаю Что эти суммы Там прописаны Но Физически Я думаю Что это делать Никто не будет Вот Здесь такой вопрос Если додымовой датчик Сработал Просто дыма На кухне Как отключить Сирену У него кнопка есть У него есть У него есть Нормальный датчик Есть кнопка Есть лампочка Индикации заряда И есть кнопка Ты нажимаешь Эту кнопку И отключаешь Более того Насколько я понял По хорошим датчикам Там есть еще кнопка Которая может Просто предупредить Допустим Вы собираетесь Вести пыльные работы Вы делаете ремонт В комнате Ну или там Или будете Паять что-то Прямо Ну какой-то Вы можете На какое-то время Включить сигнальную кнопку Нажать кнопку И будет задержка И датчик не среагирует Но в тот момент Ну за какой-то период Пока вы будете Производить эти работы Так что Есть разные приборы В этом плане Ну вот кстати Один из вопросов Слушательница спрашивала Как понять Какой датчик хороший В принципе Все датчики хорошие На них должно быть Обязательно ЦЕ маркировка Которая соответствует Европейскому союзу А дальше Надо читать название Потому что В принципе Опять же Вот я был в магазине И там было написано Один датчик Локальный детектор Он стоил допустим Там 15 евро И оптический детектор И он стоил Там 25 евро Но что такое Локальный детектор Когда я спросил У продавца Он говорит Это вот Вот он смотрит И вот он видит Вот это локальное Я говорю оптический Оптический он видит Всю комнату Но тут уже У нас начинает Как говорится Обманывать Любой детектор Он оптический Да И соответственно Локальный Он локальный Оптический детектор То есть С помощью этой оптики Он видит Вот этот вот дым И соответственно Дает нам сработку Но какой лучше Наверное Тут если говорить О цене То есть Есть дизайнерские Какие то решения Когда они там Какие то серенькие Красненькие Там конечно Цена уже значительно Больше Есть дешевые Но в принципе Главное смотреть Чтобы у него Была вот эта вот Сертификация Потому что я Также слышал О случае о том Что у нас Продавали в одном Из строительных Магазинов Мулежи Домовых детекторов То есть Просто пластиковый Корпус И люди их покупали И соответственно Приезжали домой Ну и понимали Что там ни батарейку Не поставить Ничего нет Просто пластиковый Корпус Ну да На самом деле Такое было Даже в медиа Это проскочило Поэтому Ну за этим Надо смотреть Но выбор Домовых детекторов Конечно Очень большой Сейчас Ну и могу сказать Что цена Наверное Выросла В раза в три Из моих наблюдений Ну тут Вопрос Может быть Не связанный Скорее такой Дужит По-моему Лингвистический Как правильно Говорить Управляющая Или обслуживающая Компания Куда обращаться С жалобой На обслуживающую Компанию Которая специально Создает долги Чтобы искусственно Не позволить Перейти дому К другой компании То есть Вот жильцы Платят На заводу А компания Не перечисляет Деньги В Рига Суденс Ну Такая вот Ситуация Конфликтная Вообще Это лингвистический Вопрос Потому что В латвийской Терминологии Есть Обслуживание Котис И есть Пару Грани Достаточно Такая Размытая Я бы сказал Так Если исходить Из того Что у нас Есть Дзима Пару Терминологии Системы Жалоб Апелляции И так далее Ну В Латвии Нет Жаловаться Некуда Если вы Заключили Договор С управляющей Компанией То у вас Есть Права И обязанности Они опять-таки Прописаны В законе Который Я упомянул И У вас Есть Механизмы Скажем Досудебного И судебного Решения Вопроса Никаких Арбитров Которым Можно Пойти В райисполком Или в горосполком Или Куда-нибудь Еще И пожаловаться Таких Механизмов Нет Кстати Говоря В этом Отношении Собственники Квартир Находятся В очень Невыгодном Отношении Потому Что На самом деле По признанию Центра защиты Прав потребителей Вот Именно В этих Отношениях Собственники Квартир С управляющей Компанией Не являются Потребители И вот Здесь Действительно Жаловаться Некуда Если Компания Не перечисляет Деньги Куда-либо Ну Значит На самом Деле У вас Есть два Метода Борьбы С этой Компанией Во-первых А Уходить Б Потом Требовать По суду От нее Возмещение Убытков Ну Там Другого Варианта Я не вижу Если Такие Убытки Были А Не что-то Иное Было В основе Ну что же У нас Подошло Время Сегодняшней Нашей Программы Я напомню Что Поскольку Эта программа Уже Последняя В этом Сезоне Мы Встретимся Уже В 2020 Году И Сегодня В нашей Студе Был Председатель Правления Товарищества Центр Консультации Собственников Квартиры Председатель Кооператива Бака-2 Сергей Сидорко И специалист По пожарной Безопасности Инженер Артур Хараленко Спасибо Вам Всем счастливого Рождества Нового года Осторожного Обращения С огнем И чтобы Не дай Бог Наша тема Была для вас Неактуальной На следующий год Это точно Спасибо